Неутешительная статистика. В Бобруйске за месяц четыре аварии с участием пешеходов. 333 человека за нарушение ПДД привлечены к административной ответственности, 96 были пьяны. Закон проигнорировали и 233 водителя. Интернет пестрит кадрами, где из обеспечности люди попадают под колёса. Как итог, серьёзные травмы, госпитализация и месяц лечения. И это в лучшем случае. «Госавтоинспекция призывает пешеходов быть предельно внимательными при переходе проезжей части дороги. Убедите, что все водители остановились и пропускают вас. Водители обязательно снижайте скорость до минимума при подъезде к пешеходному переходу». Проезжая часть требует от участников дорожного движения предельной осторожности. С оглядкой на безопасность, госавтоинспекция в очередной раз уделяет повышенное внимание пешеходам. Сотрудники напоминают о самом главном – соблюдении ПДД. На дороге даже маленькая ошибка может стоить жизни. «Всегда очень важно своим примером показывать детям, как правильно переходить улицу, подойти, посмотреть по сторонам. Когда загорится зелёный, тогда только переходить». Вплоть до 12 февраля ГАИ будет вести усиленный контроль. В 22-м в ПДД внесли корректировки, согласно которым преимущество пешеходу считается предоставленным, если расстояние между машиной и идущим более двух полос. О важных правилах любителям авто напоминают правоохранители. «Соблюдать правила дорожной безопасности прежде всего. Быть вежливым по отношению ко всем, как к пешеходам, так и к водителям. Те, которые едут позади, так и впереди». «Заранее сюда останавливаюсь. Лучше, как говорится, 10 минут подождать, пропустить, пусть идёт куда хочет». «Обязательно надо делать всем водителям, чтобы меньше страдали пешеходы». Для повышения безопасности участников дорожного движения на светофорах Бобруйска устанавливают светодиодные ленты, которые дублируют свет сигнал электрического фонаря. Такая новинка будет приковывать внимание водителей и пешеходов даже при ограниченной видимости и плохой погоде.